Всем привет, ребята! Уже время пол-одиннадцатого, я только с вами здороваюсь. Утро у меня сумасшедшее. Матонина, то с видео монтировать, то завтраки, то Сережу отвезла. Приехала, сейчас быстро собралась, то на телефоне. У нас сегодня гостей куча. Должно быть, Эдик должен прийти, мальчишек стричь, и на гитаре они с Сережей хотят поиграть. Эдик сделал новую гитару, ручной работы. По-моему, электро даже, если не ошибаюсь. В общем, сумасшедший день. И Нютка позвонила тоже, вернее, я Нюте звонила, мы с ней разговаривали. И она говорила, что, возможно, тоже заедет в гости, может, и Аня еще заскочит. В общем, не знаю. Знаю, что будут гости. Как, что, во сколько, я вообще не подготовлена, правда, но ничего. Сейчас Сережину маму жду, она где-то должна сейчас подойти, уже идет. И смотаю с ней на базу ОПС. Потом заберу Вику с английского и прибегу, и буду чуть-чуть, может, подготовлюсь, успею к приходу гостей. В общем, ну, не знаю, посмотрим. Кушать я уже не успею приготовить чего-нибудь на стол. В общем, буду по ходу решать проблемы, так сказать. Ну, это не проблема, это прекрасно, это радость. Я люблю, когда приходят гости. Всегда у нас двери открыты для друзей, для гостей. Ну, в общем, вот такие планы. Сегодня день рисуется сумасшедшим. А, еще Вику свозить надо к Сереже на работу. Там ей понравились локации, она хочет там пофотографироваться. Потом забрать Сережу и домой, и потом в гости. В общем, не знаю, будем что-то к столу, наверное, покупать уже. Вот так вот. Мы уже и вернулись, уже маму вон привезла. Сейчас, яйца. Это у нас Вика оператор уже, я ее забрала. Едем с Викой, кайфуем уже. Вика, она уже в пальто вообще. Да, в пальто. Погода просто весной пахнет, ручьи, все течет, все тает. Так прекрасно вообще. Я еду, вон, раздетая, печка выключена. Еще и окно хочется открыть, правда? Сейчас заедем. Не, мне не хочется. Не хочется, сейчас заедем с Викторией к маме моей, яйца завезем еще ей и домой. И домой у меня стирка в стиралке со вчерашнего дня, я, если честно, о ней забыла вообще. А, я не знаю, за что сейчас хвататься, если честно. Ручки воды. Солнышко, боже, да капрелли. А снега, горы, смотри, какой он грязный, дочень. Ну да. Такой себе. Но зато весна близко. Близко, близко. Накупили яиц. Кошмар, посмотрите, я их перемываю, сразу высушиваю и в лоточек. Это уже часть помыта, часть замочена, а часть еще нужна. Вот, короче, набралось яиц, потому что впереди и 8 марта, и мой день рождения скоро, поэтому нужно, чтобы об этом не думать. И у меня семейство такое яичное, особенно Вика с Назаром, вообще яйца едят, как не знаю, как не в себя. Снова в машине. Едем, сейчас жду девчонок, Вику с Владом, боже, с Владой. Так солнышко греет, прямо в машине жарко. Сейчас покажу вам Викторию, кто в инстаграме на нее не подписан, то, наверное, не видели ее. Господи, мозги не плавятся уже на солнышке. В общем, ее стиль, одежды, макияж, как она подготовилась к фото, фотографироваться, в общем. Очень интересно, прикольно, типа рок-подрок стиль. А, вон они уже идут, сейчас покажу вам ее. Господина, это на дорогах лужи ужасные, все заляпывается. Ну, что рассказываю? А вы назад садите или ты вперед? Да. Садись. Садись. Машина вылезет? Почти, да. Она же не остыла особо. А ну, покажись. Ну, а там и увидим потом. Ну, я хочу макияж. А, все равно сон. Все равно ничего не видно. Ну, вот, я же говорю, давай там посмотрим. Свет падает. Ладно, там посмотрим. А ты видела, Вика, там вон какой-то памятник? Или что это? Где? Вот это вот. Поперемотанные какие-то визиты. А, да. Вот она, наша рокерша. Ты еще поясочек оденешь. Короче, все, девочки, идите работать. Что, в глаз что-то попало? Идите работайте, слышу, что я говорю. Фоткайтесь, я вас жду. А там сережка работает. Здесь просто такая интересная локация, конечно. Типа стройки, не стройки, непонятно. Что-то в глаз Вике попало. А ну иди ближе, макияж. Красиво, красиво. Едем домой, как в дурдоме. Я как обычно. Привет, серенький. Висти. Вика там переодевается сзади. Я сижу тут вещами загружена. Капитан корабля рулит. Короче, это смех. Вика намочила ноги. Забрала у меня носки. Вон и это, и кроссовки сухие. А мне... Я теперь босиком и с мокрыми ботинками. Потому что Вика с Владой сразу сейчас мы их на танцы завезем. Так, подождите. Не забываем на танцы. Ну, им рановато, но они говорят нормально. Отвозите. Значит, везем. Ой, кто мне звонит? И этот. Я, короче, как бомж сижу. Босиком в этих ботинках. Поню-то звонит. Так, сейчас. Боже, я не могу. Алло. Да, привет. Что сделать? А, ты мне пишешь, отвечать. Я поняла. Давай, хорошо. Ну, там не пишет в Вайбере, а я молчу. А она на покраске не может куху... А это... Телефон, короче. Хочет пообщаться, но не может телефон взять. Звонит, созвони, да, говорит, зайди, пожалуйста, в Вайбере. Ой, чудики, ладно. Знаете, что я забыла? Кто к нам пришел? А что ты забыл? Самое главное. Платюшки. И... Я могу вам завтра с утра их закинуть перед работой. Либо во время обеда, либо вечером после работы. Ладно, сейчас разберемся. Этот, я не то хочу сказать. Эдик пришел и принес... Ты снимал уже, как ты ее делал? Да. Да? Да. И принес гитару, которую он делал... Ручная работа, да? Да. Кастер. Полностью сам. Мне прям интересно уже на нее посмотреть. А-а-а, подожди. Кому... Кому интересно, как он это делал, переходите на канал. Я ссылочку оставлю. Он говорит, что он снимал все этапы, да? Да. И три видео, там есть три части. Три части, три видео, да? Все этапы, как своими руками сделал он гитару. Это, конечно, шедеврально, наверное. Сейчас мы на нее посмотрим. Ну, чехол мне уже нравится. Да. Чехол не своими руками. Ну, типа, украшенными своими руками. Это на байкерском слете. Покупал Тараса Вагара, может, слышали? Вот это лебочка. Ну, байкеры, да, съезжаются там. Да, конечно. Это же... А, ну да, ну рассказывай, блядь. Кому ты рассказываешь, да. Он же ж... Байк... Ой, она такая миниатюрная, боже. Да. Обалдеть. Вот это резьба. По дереву. Тоже вырезал крыло. Круто. Тут пока на резинках, но будут магниты. Она съемная. Ага. Сюда можно будет потом змею там, какого-то орла. Ну, что захочешь уже. Да, в этом фишках. Магнитами будет цепляться. И рисуночек. Такой тоже. Рисунок вообще красиво. Это красками? Да. Краски, по-моему, из Мидерландов какие-то там. Красиво. Слушай. Обалдеть. Это она электро? Да. Да-да. Я же взял. Кусок работы. Капец. Выполнен, да, такой. Мы еще услышим, как она звучит. Да, сегодня будет. Рок-концент. Рок-концент. Да? Пирсинг. Ух ты какой. А этот не снял, да? Нет, этот позже чуть сниму. Я поняла. Классненько, классненько. А гриф с кого делали? Это кленовый гриф. Накладка палисандра. Но я заказывал отдельный палисандр. Да. Шикарно, конечно. Она так, что спаял с первого раза. Все получилось. Сегодня уже проверяли ее. Первый раз ее включал. Класс. Да? Угу. Вообще шикарно. Господи. Это можно сделать. Ага. Возьмите руки. А ты что? Как ребеночка. Не очень красиво. Это, конечно, вообще. В единственном экземпляре. Просто. Да, единственное. Такая деталь. Страна уже поет. Страны несколько. Нормально. Ну, ниже чем могу сидеть. Угу. Тут еще дракон есть? У меня змея. А, тут еще нифига себе. А, с обратной стороны тоже. А, с обратной стороны тоже. Вся в иероглифах индейских тоже. Но она вся на индейскую тематику. А, еще хочу сделать ловец снов. Такой маленький, знаете? Да, конечно. Я тотем изучала когда-то. Вот, я его хочу сделать и тоже так. Ну, она будет вот так. И он будет свисать. Угу. Ловец снов тоже. Ну, Индия. Что тут скажешь? Там индейцы, тут индусы. Да, да. Шикарно. Так, давайте, может, кофе? Ты как? Да, давайте, можно. Звучание совершенно другое, правда? Да. Да. Теперь можно в центре садиться. Ну, что, надо эту... А кому я так хорошо? Да. Ну, да, только можно какую-то классическую настройку сделать. Давайте. Там еще и настройки. А ты играл когда-то на электро? Играл. Ну, как обычно. А вот это так и не чушь, оно так? Нет, это я пока не снимаю, потому что еще буду снимать, там, доделывать. А потом, страну будет сложно накинуть. Понял, поняла, поняла. Обрежу, конечно, потом уже. А, не попадаю. Да? Тяжелее? Да. Привыкать надо, да, папа? Не попадаю. А? Надо репетиция. Ну, да. Репетиция пока. Мальчишки подкрепились, подужинали, попили кофе, приступили к стрижечке. И это все... Поиграли немножко. Это было, родник. Вы не отвлекайтесь. Ирина, как бы сейчас эту корову сделает. Ага. Ой, господи. А я все решаю проблемы класса у нас тут дурдом. Поставлю снимать. Поставлю снимать. Да, конечно, где тебе удобненько будет. Ты прям под камерами серый. Да, ужас. Это какая-то звезда. А ты будешь на 8 марта, красавчик. Да, нас хватит. Мы же идем... Мы идем в этот... Кафе-бар Мытница. На 8 отмечать. А, я там это был. Мы там отмечали. Да, да. Там очень круто там. Круто. Живая музыка там есть. Живая музыка, да, да. Там классно. Мы уже столик забронировали. Успели. Жена Зарушка у нас. Привет. А вот, да, Нюта. У нас Нюта сегодня двойной девичник. В смысле вдвоем. С столик на двоих. С столик на двоих. Со свечами. Папка, ну повернись. Пострижены мы уже, видишь, красавчик. На 8 марта готовится больше, чем я. Кто прям, кто 5 часов сидел? 6. 6. Так, все, сейчас убираю срач, и мы с тобой. Так, ребятки. Ничего страшного. Что я хотела сказать? А, я хотела попрощаться. Нютка уже собирается? Нютка. Да. Вот, я с вами прощаюсь. Камеру оставляю дома. Мы еще поедем к Нюте в гости. Съездим. Нам хочется еще пообщаться. Поэтому поедем еще к Нюте. И я уже потом все. В общем, я уже снимать не буду. Мы уже сами-сами. Так что, все. С вами прощаюсь. Всех люблю. Всех целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok